В одной из провинций Китая есть деревня Хуаси. Каждый житель там – миллионер. Например, бедняками в Хуаси называют тех, чье состояние оценивают в меньше, чем 400 тысяч долларов. Сегодня в селе проживает 60 тысяч человек. Все они живут в роскошных домах, ездят на люксовых машинах и хранят приличные суммы на своих банковских счетах. Если кто-то решает переехать из села, он теряет все свое имущество. Правда, никто из Хуаси бежать не спешит, ведь там каждый житель имеет право на бесплатную медицину, образование и жилье, им дают страховку по старости и даже субсидии на продукты. А в конце года администрация делит 20% от всего дохода села поровну между абсолютно всеми жителями и даже несовершеннолетними детьми. Сельское поселение Хуаси, расположенное в одной из китайских провинций, получило сегодня известность потому, что в нем проживают исключительно одни миллионеры. Местные жители называют свою деревню «намбе-уан» в Поднебесной. Ничего подобного нигде в мире больше нет. Деревня Хуаси – это комплекс шикарных коттеджей, один роскошнее другого. Здесь построен даже свой небоскреб – огромное здание, уходящее ввысь на 328 метров. Сельскохозяйственные угодья жители деревни давно не обрабатывают. А зачем? Если можно заняться более доходным бизнесом. Вот и освоили хуасичане совсем другие производства, не связанные с сельским хозяйством. Правда, не все так безоблачно в деревне миллионеров, как кому-то может показаться на первый взгляд. История процветания этого местечка стоит того, чтобы о ней рассказать поподробнее. Еще не так давно, примерно в начале 1970-х годов, это была обычная деревня, коих в Китае, как говорится, пруд пруди. Особым достатком местные крестьяне похвастаться не могли. В буквальном смысле гнули спины от раннего рассвета до позднего заката, осваивая непосильным трудом свои сельскохозяйственные угодья. Трудились, не разгибаясь и не покладая рук, продавая за сущие гроши то, что удавалось вырастить. Но кто бы что ни говорил, а роль личности в истории всегда имела значение. Вот и в отдельно взятой китайской деревне, в данном случае, она сыграла огромное значение. Обычный фермер Ужинбао стал именно тем человеком, который полностью переформатировал всю деревенскую жизнь. Однажды, дело было еще на излете 1960-х годов. Этого человека назначили секретарем парткома деревни. Даже по нынешним китайским меркам человек, наделенный партийной властью, это все-таки большая величина. Не обычный работяга, с утра до вечера что-то производящий, а человек, обладающий широкими полномочиями. А в те времена и подавно. Однако 50 лет назад о социалистическом капитализме в Китае никто даже не рассуждал. Все граждане Поднебесной дружно строили светлое будущее с прицелом на появление в отдаленной перспективе коммунистического общества. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Ужинбао действительно получил реальное могущество в отдельно взятом населенном пункте. Но мысли его почему-то еще тогда заметно опередили время и чаяния тогдашних китайских партийных функционеров. Главное, у этого человека была идея, которую он стал последовательно реализовывать. В конце 1969 года он принял очень опасное в то время с политической точки зрения, но весьма выгодное экономические решения, одобрил строительство рядом с Хуаси текстильной фабрики. Все документы, как ни странно, удалось согласовать в вышестоящих инстанциях. И понеслось, хотя для Ужинбао эта инициатива могла закончиться весьма печально. Как позже рассказывал партийный предприниматель, уж больно тяжело было ему смотреть, как мучают себя изнуряющим трудом односельчане. Поэтому, дескать, и выступил с призывом не отрывать политику партии от реальных нужд граждан. В данном случае тех, кто проживал в Хуаси. И ему удалось многое из задуманного. Удивительно, но столь дерзкий поступок Ужинбао тогда сошел ему с рук, что в конце концов и предопределило процветание китайской деревни. Более того, к заявлениям этого человека о том, что фермер даже с богатым урожаем все равно остается бедняком, стали прислушиваться другие партийные функционеры Китая. Как выяснилось, банальная, в общем-то, идея о том, что лишь деньгами может быть обеспечено процветание, приглянулось многим. В том числе, разумеется, и жителям деревни, которые все сразу вожелали разбогатеть. Однако прошло еще почти 10 лет, прежде чем в Китае стали отказываться от социалистических коммун, отдавая предпочтение частному фермерству. И тогда настал звездный час для жителей деревни Хуаси. Воспитанные идеями своего бесстрашного партийного лидера, они решили пойти дальше и не останавливаться на достигнутом. Еще на заре китайской перестройки деревенское текстильное производство приносило довольно приличный доход. За последние несколько десятилетий вокруг деревни образовалось 8 крупных процветающих предприятий. На зависть соседям Хуаси развивалась семимильными шагами. Поэтому никого и не удивило, что коммуна взяла и выкупила еще 12 соседних населенных пунктов. А нынешние ежегодные инвестиции в это село составляют впечатляющую сумму – порядка 4 миллиардов долларов. Жители деревни переломали все свои допотопные домики и дружно переселились в роскошные коттеджи. Передвигаться пешком здесь практически не принято. У всех дорогие машины, а в банках накоплены солидные суммы. Порой местные жители подшучивают, мол, сумели добиться того, чего не смогли прежние китайские власти, а именно построить развитый социализм. В какой-то степени они правы. Кроме внушительного бесплатного социального пакета, включая полное медицинское обслуживание, они также являются счастливыми обладателями не менее солидных пакетов акций различных предприятий. Все жители деревни – акционеры кооператива Хуаси, ценные бумаги которого торгуются на шенчженской фондовой бирже. Причем у любого жителя деревни-миллионеров есть и дополнительные доходы. Каждый из них получает процент от общего дохода кооператива. Один раз в год регулярно собирается общее собрание, на котором и решаются шкурные вопросы. Распределяются дивиденды, субсидии на покупку продуктов питания, выдаются дополнительные пособия, а также 150 килограммов риса на семью. Старикам, достигшим столетнего возраста, есть здесь и такие. Выделяется денежное пособие, впрочем, его получают все члены семьи за то, что помогли долгожителю дожить до глубокой старости. Всеобщее процветание – вот что видит тот, кто приезжает в Хуаси. Но крикливая роскошь не мешает жителям деревни почитать своего отца-благодетеля Ужиньбао, чьи портреты развешаны повсюду. Изображает его, понятное дело, очень скромным тружеником. На портретах он всегда одет в непрезентабельную крестьянскую одежду или видавший виды костюм. Для последнего случая на картине всегда изображается соответствующий новостной сюжет, например, аудиенция у самого председателя КНР. В окружении же членов семьи Ужиньбао всегда запечатлен в менее официальных одеяниях. Поначалу кажется, что туристов в Хуаси любят и уважают. Для них построили несколько современных отелей, представительских зданий и ресторанов, щедро отделанных по золотой. Еще больше жители поселения привлекли к себе внимание, когда возвели небоскреб. На шестидесятом этаже они с гордостью установили очень солидных размеров скульптуру быка, за которую, как говорят, местные власти отвалили 47 миллионов долларов. Тем не менее, многих людей, оказавшихся в Хуаси, порой терзают смутные сомнения. Странным им кажется многое. Так, например, деревенские жители, при всем видимом радушии и порой напускной показухе, на неформальное общение идут весьма неохотно. Разговорить их не удается ни за какие коврижки, чего не скажешь об обслуживающем персонале, в котором здесь недостатка нет. Эти люди проявляют такую любезность, что у некоторых гостей деревни-миллионеров возникает ощущение какой-то ненастоящести. Сюрреалистичности всего происходящего, что ли? Возможно, это связано с тем, что вся обслуга — это те, кто приехал в Хуаси подзаработать деньжат. Своей работой персонал дорожит, поэтому и выказывает свою суперуслужливость, приукрашивая деяния своих работодателей. Но наметанный глаз быстро замечает, что многочисленные охранники, стерегущие виллы сельчан-миллионеров вовсе не склонны никому доказывать, что весь мир вокруг — это содружество друзей-единомышленников. Да и быстро замечаешь, что особняки выглядят одинаково, словно их построили по одному архитектурному лекалу. Даже посажены в округе деревья, и тени отличаются особым разнообразием. Поэтому и возникает у многих ощущение, что всё вокруг — это сочная фотография с какого-то масштабного и очень дорогого проспекта. В целом же всё хорошо и аккуратно, за исключением, пожалуй, не очень жизнерадостной для глаза туриста картинки. Торчащие повсюду трубы источают густой едкий дым. Но над этим вопросом сельские власти уже работают. Вокруг Хуаси за последние годы было закрыто несколько химических заводов, а утилизационные расходы составили свыше 50 миллионов долларов. Но при этом тратить деньги некуда. Медицина и школа в деревне бесплатны, продукты стоят копейки, а развлечений особых нет. Посидели, значит, жители Хуаси, подумали, куда бы деть свои миллионы-миллиарды и решили выстроить в чистом поле 74-этажный небоскрёб в футуристическом стиле. Может статься, сельчане уже приняли коллегиальное решение. Карта химпредприятий бита, поэтому пора зарабатывать на чём-то другом. Например, на туризме. Об экологических проблемах в деревне шепчутся уже давно. Как знать, вероятно, и огромный небоскрёб в деревне построили для того, чтобы заявить об её переквалификации. Как бы там ни было, но сегодня в Хуаси живут очень обеспеченные люди, построившие уникальный населённый пункт. И все они – яркое лицетворение победы социализма в одной отдельно взятой деревне. Победить коррупцию, построить успешное государство, заботиться об окружающей среде можно. И сделать это можно легко, за какие-то полвека, без пафоса, популизма и героизма. Всё, что нужно сделать – дать людям немного уверенности, стабильности и мотивации. Субтитры создавал DimaTorzok